Ротики, секс, вакханалии. Никто еще за базар не ответил. С мужиками проще договориться. Купил бы самолет, купил бы яхту, купил бы машину. Закон Селиной делится, да, если тебя прет, когда? Это же офигенно. Мы в деревне Кузьминская. Это Московская область, 110 километров от Москвы, далеко от мегаполисов и всемирно известных выставочных центров. Здесь всего одна улица, зато с говорящим названием «Заповедная». Искусство живет не только в Базеле, Нью-Йорке или Лондоне, но и в таких местах тоже. Более того, именно здесь живут и работают те, кто современное искусство создает и продвигает. Александр Шаров Известный российский галерист, коллекционер и бизнесмен. Мы встречались на многих выставках по обе стороны океана. И вот сегодня приехали к нему в гости в загородный дом. Привет, Марина, рад тебя видеть. Жаина. Добро пожаловать. Спасибо. Ты-ка так далеко забрался. Почему Кузьминская? Даже не Кузьминская, Кузьминская это официально на картах, а между собой мы называем деревню Оливье. Оливье? Жители Оливье. Почему Оливье? Совершенно простое объяснение. Новогодние праздники все здесь, любые праздники, а самое любимое блюдо за столе, ты знаешь, что это Оливье. И так вот получилось, что мы теперь жители Оливье. Ну, как быть жители, а наше место мы называем арт-резиденцией опята. Почему опята? Просто мы с моим другом, художником Домиром Муратовым, пошли на окраину, на пушку леса. Это было осенью, как раз период опят. Мы с удовольствием просто собрали эти грибы. Но сам факт вот этого дерева, и так как они семьями дружно росли, такие крепкие, красивые, как-то натолкнуло, что вот место, где много опят. Ну, шуточное, понимаешь, да? Все это как-то в шутку было. И это все у нас осталось как-то, знаешь, на таком подсознании и уже укрепилось в названии. В каждом государстве есть символы, да? И основной символ – это флаг. Да. Ты сейчас видишь его настолько близко, настолько вот живую, что он настоящий, развивается на ветру, и тебе видно герб. Нашу государство, наша резиденция. Конечно, это ели, сосны, опята. Опята, опята forever написано на эмблеме нашего флага. И обязательно звездочка. Здесь неимоверно красивое ночное небо. Здесь такие звезды. Это просто такая глубина, ну, как, наверное, во всем, что нас с тобой окружает, если просто уметь видеть. И это зимний флаг. Цвета уже осенние, желтые. Есть и летний. Он зеленого цвета. Мы недавно его сняли. С наступлением холодов мы уже поменяли. Зимний флаг повесили. Мы по эскизам этого герба изготовили обложки для паспорта. У нас теперь даже паспорта с такими... У вас паспорта? Да, я даже расскажу тебе больше. Когда я летал в Америку, то обратно вылетаю на регистрации. Настолько понравилась обложка этого паспорта, что на регистрации американец никак не мог понять, что же такое за государство, такое красивое. Я снял обложку и подарил ему на память. Он был просто счастлив и в восторге от того, что он обладает таким раритетным. Это место силы. Потому что, понятно, дом, где мы проводим время, где мы отдыхаем, спим, едим, занимаемся какими-то делами, под крышей. Все остальное время мы проводим на территории, которая окружает этот дом. И все вместе, вот это, конечно, моя закрытая территория, там, где мне очень комфортно и хорошо. Ну и хорошо тем, кто приезжает ко мне в гости, тем близким моим друзьям, которым нравится быть у меня в гостях. Саша, расскажи, как ты здесь оказался, достаточно далеко от Москвы, от Нью-Йорка? Его величество случаев. Долго искал место. Искал место вдали от трассы, от шума, от всего. Хотелось найти такой участок, достаточно большой, а здесь два гектара, на котором можно почувствовать себя, как вот на территории, наверное, парка, на территории... Заповедника, здесь же завидование далеко. Это получилось совершенно. Мы находимся на территории завидовского заповедника. Эта зона охраняется. И она очень экологически чистая, комфортная. Тишина, ты слышишь какая-то? Да. Мы слышим только птиц. То место, наверное, которое стоило... Место силы. Да, столько пострадать времени, чтобы найти все-таки это место и попытаться уже здесь вот что-то создать. Потому что то, что ты видишь, это все создано людскими руками. Вложено очень много души. Что отличает Дамира Муратова? И как он оказался у тебя в Кузьминске? Знаете, такое слово есть. Простое. Доброта. В то время, когда ты живешь в таком мегаполисе, где все постоянно бежит, летит, свистит, куда-то уносится, все переворачивается. С Дамиром ты чувствуешь, что где-то все это осталось там. У тебя происходит контакт. У тебя происходит обмен. Обмен очень позитивный. Дамир, ты здесь как в Болдина. Ты сам это сказал. Что помогает тебе? Что тебя вдохновляет творить? Окружающий пейзаж. Он просто восхитительный. Тем более золотая осень началась. Да здесь, в принципе, всегда... Природы же нет плохой. И природа, и погода здесь всегда как-то так очень вдохновительно действует. Но мне всегда хотелось понять, настоящий художник. Ты просыпаешься, ты понимаешь, что сегодня ты создашь какой-то шедевр или какое-то произведение искусства. Что-то такое большое. Или небольшое, неважно. Но что-то родится. Вот как это получается? Откуда это берется? Я хочу просто рассказать какую-то историю. Она может быть абсурдная. Она может быть слегка даже дебильная. Но мне интересно. Я уже ее через свой язык, через линию, пятно, через свет пытаюсь как-то рассказать, что меня, в принципе, заинтересовало. Искусство же это искусить. Ты должен же искусить зрителя, чтобы он искусился и остановился у твоей картинки. И купил ее. Да не обязательно даже купил. Хотя просто остановись, посмотри. Мы в Омске делали такое граффити, то есть просто трафаретили кружок, просто вот круг такой на бумаге. И на нем было написано «Встань и подумай». Вот ты успешный художник. А что для тебя успех? Вообще лично для тебя? Что это значит? Я как-то редко вообще думал об этом слове «успешный». Потому что, ну, если сравнить с Дайменом Хёрстом, например, так уже как-то так уже. Ну, то есть это все-таки деньги. Это уже, ну, в нынешнем мире, наверное, да. Но для меня это не так. Я не буду кокетничать, да, но это не так на самом деле. А что, а как? Как, как? Ну, закон Вселенной – делиться, да, а если тебя прет, когда? Надо же делиться. Когда у тебя куча каких-то идей, сюжетов. Это же офигенно. Как раз сейчас ты находишься в галерее в Центре современного искусства «Винзавод», где мы уже больше 12 лет находимся. Здесь наше основное пространство, где, как говоришь, кипит вся культурная жизнь. Наша галерея, вот нашего состава. Территория, на которой мы сейчас с тобой находимся, это второй этаж нашей галереи, где бывают очень редко мои друзья, мои посетители, мои коллеги, клиенты нашей галереи. Вход сюда, всем остальным закрыт. То есть мы сейчас с тобой находимся как бы в частной, приватной территории, где ты видишь очень много произведений художников нашей галереи. Здесь можно посмотреть, здесь можно пообщаться, здесь можно что-то повесить на стену, поменять, увидеть, как это может выглядеть в том или ином помещении, пространстве и как вообще визуально это считывается. Ну вот сейчас мы уже с тобой перемещаемся на самый эпицентр, на пик нашей пирамидки. Это хранилище, куда вообще почти никто не заходит, очень редко только сотрудники, ну и наши любимые, дорогие посетители, клиенты, где можно увидеть гораздо больше, чем даже на втором этаже, где все висит здесь, хранилище, где мы готовим работы предстоящим, транспортировки получаем здесь, они здесь стоят. Здесь больше авторов представлено, чем у нас, давайте прямо по фамилиям тебе пройду, замечательный дуэт «Крокодайл Пауэр», видишь, какая керамика, трэш-барокко, такой подсвечник, Слава ПТРК, Леша Алпатов, Вова Марин, Вася Слонов, Арт Сект, ты помнишь, «Симпл Тинкс», да, Вася Слонов, серии «Риза химизащиты», Слава ПТРК. Как правильно вообще хранить работы, если они хранятся в запаснике? Температура, свет, влажность, что нужно соблюсти? Во-первых, надо понимать, что мы находимся все-таки в галерее современного искусства, а не в музейном запаснике Третьяковки или Пушкинского музея, где действительно очень старые работы, они требуют очень аккуратного обращения, температурный режим, рамы, холсты, масло, все-таки за такое количество времени оно имеет свойство все-таки разрушаться. Здесь большинство работ написано акрилом, и работы свежие, и современный холст, подрамненький, но все равно это требует определенного ухода, и каждая стойка, она разложена так, да, она разложена, видишь, по авторам, во-первых, потом работы лицом к лицу, чаще всего они упакованы в пленку защитную, вот, они хранятся, видишь, по форматам все сделаны, формат к формату, чтобы не было продавлено, не было ударов. А лицом к лицу это для чего? Для того, чтобы не было царапин, для того, чтобы не повредились работы, потому что с обратной стороны могут быть какие-то выступы, видишь, здесь же подрамненькие, могут быть крючки. А свет и температура имеет значение? Да, тоже имеет, поддерживается, то есть включается вентиляция при очень жаркой температуре, дерево имеет свойство менять форму, холсты натягиваются, поэтому влажность поддерживается тоже в таких помещениях. А вот можно ли, потому что в музеях не разрешают трогать работы руками, что естественно, а вообще, в принципе, можно трогать работы? Это вопрос, а для чего? Ну, почувствовать так. Ну, в виде исключений, конечно, мы можем вставить. Вообще лучше нет. Ну, конечно, лучше это не делать. Тактильность что тебе добавит? Ты узнаешь, что это краска, но ты и так видишь, что это краска. Это, знаешь, такое детское желание попробовать откровернуть. Да, да, да. Да, это естественно любому человеку, но лучше, конечно, этого не делать. Я правильно понимаю, что вот здесь вот это святая святых, здесь практически никого не бывает, только мы? Да, у тебя просто такой эксклюзивный доступ в это пространство. Тебе сегодня вот так повезло, что ты... И я оказался здесь, ты приехал ко мне. Насколько галерея имеет право указывать художнику или просить, или требовать от него сделать вот ту или иную работу, например, или как-то направление ему задать? Только обсуждать. Указывать, приказывать, заставлять. Но пожелание может рассказать. Ну, это же все, что обсуждается. Художник может отказаться, он может согласиться. Поэтому на любой запрос, который приходит к нам по той или иной работе, или повтору, или что-то еще, или реплики, происходит обсуждение художников. И решение художника, оно первичное. Пойдем вот теперь сюда. Здесь хоть и небольшое пространство, но достаточно плотно. Ты чувствуешь здесь насыщенность объектами, и произведениями достаточно высокая. В сравнении с тем залом, откуда мы с тобой пришли. А что это за работа, расскажи? Работа называется «Расстрел алфавитом». Здесь изображен, ну, понятно, маленький мальчик, который, скорее всего, садовского возраста. И сейчас впереди у него школьная жизнь. То есть ему предстоит уже взрослая, взрослая, осознанная жизнь, когда заканчивается детство. И эта работа так и называется. «Расстрел алфавитом», ты видишь. А, Б, В, алфавит как раз здесь и нарисован. Саша Бирюлин. Мне нравятся очень его работы. Очень хороший такой. Понимаешь, я люблю вообще работу большого формата. Ну да, когда есть где повесить. Есть и воздух в работах. я с тобой согласен. Нужно место, чтобы повесить такого формата работы. Хотя рядом, видишь, уживаются маленькие работы. Работа Дамира Мурата. Апофеоз в войне только в исполнении. Дамира Мурата. Такая реплика. Апофеоз. Работа Анижу. А вот это ракета. Ракета ватная. Это с выставки ватники апокалипсиса Васи Слонова, которая была в нашей галерее. Вот. Замечательная идея. Прекрасное исполнение. Ну, Вася вообще просто талантичий. Сибирская земля рождает таких талантливых классов. Да, у тебя, кстати, многое из Сибири. Сибири, Урау. Да, в основном это регионы. Вася Слонов это Красноярск, Ренат Валягам Силуфа, Тамир Муратов Умск, Воломарин Калуга от Секты это Тверские ребята, Володя Колесников это Краснодар. Есть и Москва Леша Алпатов, Макс Баш. У меня есть Игорь Скалицкий замечательная работа. Вот здесь ты видишь ее на этой стене. А вот эта ванна, расскажи про нее. Да, вот это работа Ани Желудь. Я приобрел на ее выставке, на одной из ее выставок. Мне очень понравилась эта работа. Как-то еще раз заметить. Концептуальная. Ну, концептуальная. И вообще меня привлекает ее формы, понимаешь, ее объем. Здесь вот, ну, все, ничего лишнего, понимаешь, все, что нужно для того, чтобы принять тебе душ, здесь есть. Признаюсь честно, было как-нибудь в 5 утра после какой-нибудь гулянки пытался принять сюда нет. В эту работу я не пытался залезть. Ну, и вот это, конечно, легендарная Дамира Муратов. Соединенные штаты Сибири. Да, да, Соединенные штаты. Ты теперь уже видишь созвучие с обложкой для паспорта, с работой Дамира, с нашим флагом, да, с зелено-полосатым. Все связано. Все связано. Но у тебя же еще есть работа сто долларов МХ Дамира. Да, да. Пойдем посмотрим? Пойдем посмотрим, конечно, обязательно. Ну, как я тебе говорил, мы пойдем посмотреть работу Дамира сто долларов МХ. Да, сто долларов МХ. Видишь, она, конечно, больше, чем реальный формат сто долларов банкноты, но, может быть, у этой стороны МХ должны быть такие деньги, такая валюта. Видишь, мы верим в МОХ. И на этот стейцов МОХ. Ну, это такой стек, да? Ну-ка, слушай, если мы с тобой придумали, говорили об истории арт-резиденции ОПЯТО и о наших обложках для паспортов, то почему для такой страны не придумываешь? Флаг, деньги свои. Конечно, лесная валюта. Видишь, как и детская лесная газета выпускалась, новости леса, так и здесь новости страны МХОВ. МОХ был до нас, МОХ будет после нас. Я думаю, что и ста человек, которым ты задашь вопрос, вот у вас есть. Но я не говорю про лишний миллион. Есть средства, которые бы вот вы на что-то хотели бы потратить. Из этих ста человек, как ты думаешь, сколько ответит, что купили бы современное искусство? Ну, просто вот давай... Я думаю, что в лучшем случае человек пять. Пять. Хорошо. Купил бы самолет, купил бы яхту, купил бы машину, купил бы квартиру, да? Купил бы путевку там на полгода куда-то, да? То есть я тебе беру и расставляю сейчас вот в этом опроснике приоритеты. Приоритеты в том, чтобы потратить не последние средства, а средства, которые вот у вас есть, они свободные, и вы можете позволить себе приобрести, что просто вам захотелось. И ты видишь, что вот в этом списке приоритетов, он не полный, можно было бы еще дополнить его. Это просто менталитет. Да. Мы говорим с тобой о ментальности, о воспитании. Иногда, когда я читаю лекции или рассказываю, ко мне приходят и студенты, и интересующиеся, я достаточно часто говорю о том, что давайте отыграем к истокам нашего образования. Мы говорим о поколении, которое сейчас уже 40-летние, 30-летние, у которых есть уже достаточно серьезные деньги, они могут позволить себе приобрести. Но я не беру эту категорию, потому что у нас в наше время тогда не было интересовало вообще современного искусства, мы не понимали, что это такое вообще. Я говорю о современных, о современном бизнесе, тех, у кого есть деньги, и это возрастная категория 30-40 лет. Даже эти ребята, даже эти вот, это молодежь, будем так говорить, в период обучения и в школе, и в институтах не получало ни одного часа по современному искусству. Я же не говорю о западном, о российском, даже о западном. То есть заканчивая школу и заканчивая институт, молодые люди знают достаточно много по программе, но не знают совершенно ничего о том, что существует современное искусство. Если только друзья или родители, или в окружении кто-то их за руку не привел на выставку, или не показал, или не рассказал. Вот это поколение, которое сейчас обучается в школах, институтах, оно более продвинутое, потому что существует интернет, существует информационная доступность событий, которые происходят каждодневно и в Москве, и в других городах. Когда это поменяется, вот этот рейтинг приоритетов, когда покупать искусство будет на первом месте, а потом уже яхты, самолеты где-то уже в конце списка? Я не провидец, я не могу тебе сказать точные даты. Ты чувствуешь, что меняется что-то или пока вообще ничего не меняется? Нет, меняется, меняется, оно не так быстро, но оно меняется. Ты понимаешь, на ярмарках мы начинаем видеть уже наших соотечественников, достаточно молодых ребят, которые прилетают на эти ярмарки, они смотрят, они интересуются. На своих самолетах. И это прекрасно, слушай, пусть их будет больше, и самолетов, и этих... Первичных, то есть равно. Да, 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 ну пусть больше будет этих самолетов, и этих ребят, кто прилетает на эти ярмарки, потому что раньше вообще же никого не было. А вот это? Это работа Слава Патерка. Вот очень такая тонкая, очень, ну, с одной стороны, ироничная и грустная работа, о том, что как мальчик в тазике плывет по бескрайним водным просторам, не буду говорить морским, водным. Интересно, это холст, который был на выставке, это выглядело, чтобы ты понимал, как. Это была отстроена большая тумба, такая метр, наверное, 30 на метр 30, сверху был холст обтянут, и Слава сделал трафарет, и потом выливал эту синюю краску, и было ощущение, что вот этот куб, из него вытекает вот эта вода, и она стекает, а мальчик, который в тазике, находился посередине вот этого всего, такого, знаешь, воображаемого фонтана, и вода как будто переливалась, то есть очень было здорово придумано, мне очень понравилось, по окончании выставки просто холст вырезали и натянули его на подрамнике, получилась вот такая. Получилось очень здорово. Да, очень здорово. Так, а вот это вот ванна, что здесь делает? Я думаю, у тебя многие спрашивают, не ремонт ли у вас, Александр? Да, бывают такие вопросы, почему ты не убрал ванну, зачем она тебе здесь, нёс-нёс, не донёс, оставил, забыл, и так она, нет, это тоже произведение, и, значит, я долго пробовал поставить туда, положить её ещё как-то, ну вот здесь она прижилась, и мне нравится, это ванна-гармошка, хотя это металл, понятно, что вот так вот, там достаточно тяжёлый, настоящая ванна, просто вот, что значит художник, и каким взглядом он видит будущее произведение. Придумать из простой ванны, двумя надрезами, из один сегмент, развернув в обратную сторону, превратить обычную стандартную ванну в ванную-гармошку, но не каждому дано, не каждому дано, и это очень талантливо. А вообще, из чего складывается цена на ту или иную работу? Вот ты как галерист, вот ты понимаешь, что вот это стоит 20 тысяч евро, а вот это стоит 100 тысяч евро, и она того стоит. Вот из чего это складывается? Факторов несколько, это узнаваемость и популярность художника, его участие в аукционах, потому что сейчас доступны ресурсы, и ты всегда, сможешь посмотреть, насколько востребовано и как продаются произведения того или иного автора, который тебе понравился. Например, тебе понравился какой-то молодой художник, цена, наверное, не в твоем бюджете. Что ты сможешь делать? Ты открываешь ресурсы, как ArtPrice, ArtC, те, кто занимаются сбором информации и интернет-продажами произведений искусства, и ищешь эту фамилию. Если ты находишь, хорошо, ты сможешь отследить историю участия этого художника, если она таковая есть, в разных аукционах по всему миру, потому что это мировые ресурсы, они собирают информацию по всем продажам по всему миру, всех аукционных домов. Если же ты не находишь продаж и подтверждение стоимости той цены, которую ты увидела, то тогда у тебя получается такой ненький кот в мешке, да, ты не знаешь. Но дальше уже включается твоя интуиция и твое желание приобрести твой бюджет или нет, или не твой бюджет. Если тебе очень эта работа нравится и ты можешь найти эти деньги, конечно, ты приобретешь. Если ты считаешь, что для тебя эта вещь дорога, но она тебе нравится, ты можешь оставить себе на заметку и отслеживать еще, где же появится этот художник. Я о другом. Почему, к примеру, работы Кунса стоят десятки миллионов долларов, а работы ничем не хуже, вот казалось бы, да? А я сейчас тебе подведу как раз твое ответ. Я подводил просто издалека, что ты нашла, да? Мы говорим про твой бюджет. Дальше мы говорим про людей, у которых позволяет этот бюджет покупать работы стоимостью больше, чем полмиллиона, миллиона и десятки миллионов долларов. У этих людей есть консультанты, есть частные дилеры, которые столько всего знают, где, какой тираж, что будет сделано. Они вхожи в мастерские, вхожи в фонды этих раскрученных художников. Они предоставляют всю информацию максимальную для этого художника. И если появляется, как ты говоришь, вещь, ничем не хуже, но первичен кто? Мы говорим о первичности произведения, о том, кто его придумал и первым сделал. Поэтому эта работа всегда будет стоить дороже, чем похожий аналог. Если не похожий аналог, вот еще раз, допустим, Рихтер или Кунс, они стоят десятки миллионов долларов. В Олегамсе, который мне, например, очень нравится тоже, и тут очень сложно сказать, кто лучше, а кто хуже. Они разные совершенно, но тем не менее, он стоит гораздо дешевле. Тоже хорошо, но дешевле. Пока, да. Я надеюсь. Вот почему настолько отличаются цены, и кто их устанавливает? Рынок, если за эту цену готовы покупать, значит, он этих денег стоит. А к вопросу о том, почему разница между тем, что вот в Олегамсе здесь у нас стоит вот таких денег, потому что емкость и сам рынок у нас здесь в России, он такой маленький. Ринат Олегамсе, его работа, да, вот видишь, она стоит здесь. Какие свечи, да? Да, такие вот генералы-лампочки, видишь, они как будто проводами светящимися, связаны друг с другом, тонкими и тонкими светящимися. То есть между ним существует связь. Может, поэтому не светится, может, по-другому, это уже, знаешь, каждый додумывает свое. Так вот, по поводу коллекции, о том, что на продажу, не на продажу, нет, конечно, это не на продажу, это собирается, и уже собирается достаточно продолжительное время, вот сколько я занимаюсь, еще и до этого. Были вещи, которые я, ну, в начале своего собирательского пути покупал, но потом я понимал, что, скорее всего, это не тот, и вот с течением времени, когда я уже все-таки определился и понял, что мне нравится больше, я уже стал более осознанно собирать эти вещи. То есть, назвать мне коллекционерам, конечно, сложно, потому что коллекционер, он собирает либо период, либо художника конкретно, либо одного художника всей серии. То есть, это очень, очень умно, очень продвинутые, очень люди, они горят своими делами и посвящают ему очень много времени. Ты себя называешь собиратель. Я, да, я собираю, то есть, у меня собрание произведения искусства. А потом твоя коллекция со временем, как ты планируешь? Может быть, она потом перерастет в какую-то коллекцию, наверное, может быть, но пока она, вот мне с ней комфортно, она будет находиться здесь. А вообще, вот потом уже, через много-много-много лет, ты передашь ее детям, куда ты завещаешь, в какой-то, не знаю, музей? Все может быть, я пока не могу так далеко забегать. Вообще, хотелось бы потом где-нибудь показать вот все то, что я собрал за это время. Может быть, у себя в галерее, может быть, где-нибудь еще с кем-то договорюсь в каком-то. Но было бы интересно по прошествии времени взглянуть на то, что ты собирал. Ведь многие вещи, да, ты не можешь вытащить, ну, конечно, можешь вытащить, но как-то посмотреть на нее одно. Но увидеть их в таком вот формате, в таком объеме, это, конечно, интересно по прошествии времени. Потому что ты сразу вспоминаешь, ага, эту я там приобрел, да, эту досталось мне вот здесь. Здесь еще что-то было. С каждой картиной связана какая-то своя история. Ну, выставка у тебя в галерее, это прекрасная идея. Какие тебе, как владельцу галереи, интересные события? Ну, конечно, мы все стремимся оказаться в топ, хотя бы там в параллельной программе Базеля есть такие. А топ-топ-три мировых ярмарки для тебя? Ну, конечно же, это Базель, Базель Гонконг, Базель Майами, Базель Базель, который происходит. Базель ежегодно, это фриз, который проходит сейчас вот в Лондоне. Это фриз, который в Нью-Йорке происходит в мае, когда мы с тобой виделись. Я участвовал в небольшой ярмарке, но в это же время в Нью-Йорке проходил фриз на острове. Это армори шоу, который проходит в Нью-Йорке. Твоя цель, куда попасть? Ну... Везде? Да. Слушай, я человек прагматичный, я прекрасно понимаю свои возможности. И, конечно, хочется об этом мечтать, конечно, хочется побывать и поучаствовать на серьезных площадках, но для этого надо очень много сделать. Мы должны заработать тот капитал участия в очень качественных, хороших ярмарках, чтобы потом подавать заявки уже на топ. Они же... есть комиссии, которые отсматривают твое участие во всех ярмарках, которые были у тебя в галерее, и твою выставочную деятельность. Если эту комиссию устроят то, что ты показываешь, если их устроит контент, о чем пытаются говорить художники галереи, тогда есть шанс попасть. Заплатив при этом немало денег. Сколько стоит участие в самой дорогой? Какая, кстати, самая дорогая ярмарка в мире? Ну, Базель, конечно, она самая дорогая. Я думаю, что там ценник начинается порядка от 20 тысяч евро. Это, наверное, не первый этаж. Первый этаж это там такие мастодоны. Конечно, это не центровые места. Там, конечно, стоимость стендов зашкаливает за 100 и больше тысяч евро. Но там и уровень цен на произведение совершенно другой. Там люди показывают произведение стоимостью от полумиллиона долларов и выше. Ты понимаешь, чем больше ставка за стенд, за центровую позицию, за участие в этом топе, когда приезжают, все мировое сообщество, которое интересуется современным искусством, то ты оказываешься в это время, в этом месте, когда тебе приводят, показывают всех этих людей, кто интересуется. Эти люди готовы приобретать и покупать современное искусство за такие деньги. Сколько галерея, продав работы художника, оставляет себе, сколько получает художник в процентном соотношении? Это каждая галерея по-своему решает? Каждая по-своему. Это очень индивидуально. О том, как ты договоришься с художником по-разному? По-отдельности. Потому что, смотри, 50 на 50 или 70 на 30? Стандартная работа 50 на 50, это стандартная работа всех художников со всеми галереями. Но надо учитывать, что бывают разные ситуации. Бывают продажи из мастерской, бывают продажи на западные ярмарки. В одном случае затраты галереи или телер почти не несет, а в другом случае, если мы говорим про ярмарку, там, наоборот, зашкаливают продажи. И, соответственно, процент 50 на 50 ни в том, ни в другом случае не работает. Поэтому с каждой отдельной ситуацией и с каждым художником ты договариваешься отдельно по той или иной позиции. Вот работы Вова Марина, о которых я тебе говорил, анти-ложки, анти-кружки, да, вот ложка, которую уже наполнить совершенно невозможно. Она уже, да, она уже полная. Видишь, работала. Потом есть анти-кружки, из которых что-то уже на полную что-то вытекло. Она может быть и так находиться, да, она может быть и так перевернута. Тяжелая. Или вот чашка, которая, видишь, уже была заполнена другой чашкой. Ничего не положишь. Совершенно вроде бы обычные вещи, да, но исполнение и вот это все, посмотри как, да, я тебя вижу в дырочку, да, на тарелке. Да, вот такая работа. Видишь, ложка уже здесь присутствует. Все очень оригинально. Так вроде просто, но при этом... Вот. То, что меня как раз и зацепило в этих работах, в их простоте и в их непохожести, необычности. Заканчивая, как бы по работам Вовы Марина, которые здесь вот собраны, свет в конце тоннеля. Когда ничего лишнего, есть только свет. Этот свет как раз та стена, на которой висит эта работа. Тот свет, который ты видишь. Вот и все. Дамир, ну, нетипичная мастерская художника, я тебе хочу сказать. Как-то очень все аккуратно. На такой выездной вариант. То есть, она изначально, это помещение не делалось, как студия для художника. Но я, я куда ни приезжаю, кстати, первым делом, я пытаюсь обустроить свой рабочий стол. Там, неважно, Норильск, Красноярск, да, там, или в Москве где-то приходится. Ты сейчас больше время в Москве проводишь? Я даже не в Москве, а, скорее всего, провожу время не здесь. И если я еду делать там, ставить спектакль какой-нибудь, то я еду туда. Да, ты, кстати, стал же художником теперь еще и театраль. Да, вот так получилось. Ну, там, Евгений Николаевич Еврагимов, он же черкес, поэтому, как ему откажешь-то? Он очень умный, талантливый, думающий художник, с тонким чувством юмора. И любая его работа, здесь их немало окружает, нас с тобой на этом этаже, она вызывает и улыбку, и положительную эмоцию заставляет еще и задуматься. Ты известен своими высказываниями острыми на политические, на разные актуальные темы, как в искусстве, так и в жизни. Акции, протестные акции, жесткий разгон, московские митинги. После этого появилась твоя работа «Свободу мусорам». Мусорам, да. Это, скорее всего, моя реакция на события, потому что, ну, вот какая-то абсурдная ситуация получается. И я недавно провел какие-то даже параллели с языческим Римом, да, то есть, вот они, как вадеатрские бои, вот они выходят, да, такие, а здесь христиане, которых вывели, да, на убой такой вот, типа, вот смотрите, докажите свою веру, да. И они, конечно, это, наверное, слишком громко будет сказано, но государство, по сути дела, оно языческое, правильно, оно же не, оно поклоняется совершенно каким-то другим языческим, но и оно тем более всегда будет требоваться языческое жертвоприношение. А народ-то чего, он простой, ему же надо просто зарабатывать, детишек кормить, любить, ходить в кино, да, вот, а здесь, когда смотришь, ну, как-то очень слишком жестко происходит. Для тебя это просто так выплескиваешь свои чувства, свою реакцию. Я как-то пытаюсь это зафиксировать даже, да, зафиксировать для себя, что вообще-то происходит, да, писать на своем языке. Ну, вот очень важная была, которая работала у нас навсегда, работа, посвященная Егору Летову, ледоколу Егора Летову, мне очень нравится. Потом работа Дамира участвовали в триенале в гараже, и полностью, вот, все работы, выставки в гараже ушли в личную коллекцию Роман Аркадьевич Абрамович. Еще у тебя очень много работ связано с Сибирью, ну, ты родом из Сибири, понятно, из Тобольска, Соединенные Штаты Сибири, очень известная твоя работа. И вообще у тебя, вот, мне кажется, такая мысль проходит о сепаратизме определенном в Сибири. Это так? Потому что наши-то власти не очень любят шутки на такие темы, как мне кажется. И были скандалы, можно вспомнить, на твоих выставках. Как-то у меня Красноярский был. Красноярский был, да. Это даже не скандал был, это была выставка «Родина», скандальная как раз Марата Гельмана. А я был рядышком, у меня была выставка «Все засыплет хвоей наших кедров». То есть, это просто моя личная попытка как-то самоидентифицироваться, понять, кто я вообще, чего я на этой земле делаю, собираюсь ли я здесь жить или не собираюсь. Это же всегда вечные вопросы. Я сделал 10 таких больших гофтокартонов, и из них был флаг, и я не ушла в Сибири. Причем без всяких каких-то там... Мне просто флаги нравятся на самом деле. Флаг же это фактически такой очень четкий, как сказать, эссенция, это мощнейшая эссенция, но этноса, да. То есть, и флаг это же еще, это же практически кукла. Есть ветер, есть флаг. Это же живое существо. Нет ветра, нет флага. Вот я за ветер, честно говоря. У тебя, наверное, самые известные работы это «Чебурашка» с автоматом Калашникова и «Микки Мау». Они все уже стали принтами. Их печатают на кружках, футболках, везде, где только можно. Но мало кто может назвать имя художника. Не обидно? Это мы со Славой Мизиным когда беседовали как-то. Вот, и он говорит, ну, что, когда будут подводить вот итоги нулевых годов, скажут, вот, есть работа «Целующиеся милиционеры» группы «Синие носы» и «Чебурашка» автор, а, музыка и слова народные. Да. Ну, вот как ты к этому относишься? Мне зачем? Я не умею обижаться на это все. Я же, я сделал, да и сделал, делая арт, бросая воду. А вот скажи, вот с этих работ, которые разошлись на принты, ты авторские получаешь? А эти я не получаю, но мне это тоже неинтересно, скажу честно. Деньги тебя не интересуют? Они интересуют, но это энергия, да, вот это же эквивалент энергии, и здесь уже как договоришься. То есть я примерно знаю, сколько мне нужно энергии для поддержания, а больше художник же должен думать на самом деле о Славе, политика, власти, о бизнесменах, о деньгах. Художника Славе, но Слава тебя не интересует, ты только что сказал. Нет, я не сказал, я про Слава вообще ничего не говорил. Ну как, если неизвестно имя художника, значит... Я имею в виду, ее же все равно все знают, она же идет как бы... А, то есть просто именно Слава работы, Слава картины. пусть это же мой ребенок, пусть он двигается дальше. Очень часто меня люди спрашивают, ну вот что, я тоже так могу нарисовать, вот что они такого там делают, что, почему это искусство, вот как когда к тебе люди, я не знаю, спрашивают для тебя люди об этом, но если да, то что ты им отвечаешь? Спрашивают. А я с ними Слава спорить начинаю, пари заключаю. Никто еще за базар не ответил. Ни один человек. сделай так же? Да, я тоже так сделал, я говорю, Никто все, все Слава, давай через две недели приду, нет, я тебе по почте, ни один человек, это вот я говорю. Ну, а как ты, если вот не пари заключать, а если объяснить, то как ты это объясняешь, что вот, что такое современное искусство, почему больше никто так не может, как сделал конкретный художник? Я, скорее всего, объясняю это как просто убедительный рассказ какой-то своей истории, не важно, фантастической, реалистической, но это твоя личная, твоя какая-то история, твое открытие, твое наблюдение, то есть мы же смотрим истории искусства, и мы просто видим все время, что кто-то делает для себя открытие, те же импрессионисты, да, они открыли этот мир, вот этой чувственности, цвета, да, потом там пошли футуристы, и так далее, то есть каждый делился своим открытием, как мир меняется, по сути-то дело, вообще это каждое столетие, да, художники собираются, ну, так я гипотетически говорю, и спрашивают, что рисовать-то будем, да, ну, то есть там, вспомнил 19-х, там, романтизм, да, ампир, там, победные и непобедные войны Наполеона, и вот рисовали все, какое-то вот это возрождение, таких имперских начал, затем Бидермайер, да, когда стал интересоваться жизнь уже простого человека, и плюс капитализация, красочки стали уже в тюбиках, все, люди уже могли экспериментировать, то есть, вот есть культурология, да, которая изучает все, все вместе, как вот это движется, поэтому, я думаю, что искусство нельзя говорить, что это какое-то, ну, что-то отдельно живущее, оно движется вместе с социумом, как социум меняется, и меняется его взгляд на мир, и меняется искусство. Как ты считаешь, твои картины останутся в веках? Конечно. Еще одна работа Дамира Муратова. Присмотревшись, я начинаю считывать детали, которые есть в этой работе. Во-первых, это грибы напоминают пять пальцев. Пять пальцев? Да, форму руки, да, то есть, это как братья, да, пальчики такие, и каждый из этих грибов, он дуален, он имеет свою наколку. А если еще присмотреться, то это вообще не опяток, а о поганке. Это не опяток, а о поганке, да, и у каждой поганки есть своя наколка. Есть ли у тебя какие-то провокационные работы у тебя дома? Наверное, да, для кого-то это будут провокационные работы, но для меня это работа, которая вызывает очень сильную эмоцию. То есть на нее каждый раз взгляд останавливается, хочется рассматривать и находить какие-то новые детали, находить что-то новое, то, что ты не видел до этого. И то, что, допустим, для кого-то провокация, для меня это, наверное, просто очень сильная эмоция. Для меня это нерв достаточно такая. Провокативность, конечно, кто-то здесь обязательно увидит, будет об этом говорить. он, наверное, уходит на второй, третий план, потому что, конечно, есть детали, которые говорят нам о том, что здесь элемент эротики, секса, вакханалии, садомизма, всего присутствует. Но здесь, прежде всего, голые тела. Ведь обнаженные, это надрыв, это нерв, понимаешь? Мы говорим про оголенные нервы. Ведь раздеться, предстать голым, выглядеть голым, это значит быть незащищенным. Ты представляешь, тебя защищает что? Тебя защищает твоя одежда. На тебе присутствует. Это как бы твоя защита, твоя броня. Но оставшись без этого, ты как будто становишься незащищенный, открытый для всех и для всего. Вот для меня эта работа как раз об этом. О том, что здесь вот вот это смешение вот этих нервов, переходов, мужчины, женщины, это все как раз вот о наших эмоциях. Поэтому она висит и занимает одно из центральных мест в твоем. Ну и потому что, да, она такого формата, большого, классного, хорошего, и она прям считывается. Объем нужен, понимаешь? Не так много. Здесь все-таки не музейное пространство, я не могу позволить повесить еще больше работы, потому что нужен отход, чтобы считывать эту работу. Вблизи мы не все детали можем рассмотреть. И автор? Да, произведение. Саша Собирюлен. Назови три главных российских художника, три лучших российских современных художника на твой вкус. Значит, непростой такой, непростой ответ, потому что мне, ты понимаешь, у меня есть состав, который мне очень нравится, но большинство скажет, ну, конечно, это не лучше, но мне, я очень люблю работу Рината Валега. Мы с тобой говорили, и ты знаешь, почему, за его тонкость, за чутье, за вот этот сюр, который он показывает, для меня он, наверное, один из лучших современных художников. Мне нравятся художники еще других галереей, мне нравятся Виталий Пушницкий, питерский художник, люблю его работы, мне они очень нравятся, фотографы мне нравятся, но у них, кстати, прям конкретные имена из молодых художников, вот, мне нравятся работы, там, Слава ПТРК, который вот сотрудничает с нашей галереей, это граффитист, уличный художник, очень прекрасно. Это тоже Ринат Валегамси? Это тоже Ринат Валегамси, и одна из моих, действительно, любимых работ, которая мне очень, очень нравится, этих работ было всего четыре в Сирии, и Ринат Польша уже не продолжал, и мне досталась вот одна из этих работ, о чем я просто, очень, чем я горжусь и чем я очень рад и дорожу. При всей ее, как бы, повседневности, обычности, эта работа достаточно сюрреалистична, она вот настолько необычна, потому что, да, все видят голубей, все видят птиц, здесь изображены динозавры, то, чего не может быть на самом деле. Сколько стоит сейчас эта работа? Я думаю, эта работа стоит больше, наверное, больше, наверное, 17-19 тысяч евро. Ринат у нас участник аукционных торгов в Сотбис, в Филлипс, и в Лондоне, и в Нью-Йорке, персональные выставки, музеи современного искусства. Про галереи, которые у тебя были в Америке и в Сингапуре. Был такой опыт в моей жизни. Сколько они просуществовали и почему закрылись, и есть ли желание еще выходить на международный рынок снова? Опыт был два года Америки, где-то даже, наверное, полтора от Аризона. Там была галерея, мы с товарищем вместе, Сергеем, решили сделать такой проект. Он был раньше, я к нему присоединился. Попробовали, но опять же, попали тоже в посткризисное состояние. Как раз это восьмой-девятый год, десятый, когда вот Америка очень сильно отреагировала и там все просело. Может быть, если бы мы сейчас или позже зашли бы, наверное, уже ситуация по-другому, и мы бы смогли как-то вырулить ее. Но тогда мы попали в самое лучшее. С Сингапуром совершенно другая история. Там уже был лично мой проект. Почему Сингапур? Без компаньонов. Здесь примешивается личная история. Переехала семья, дети обучались в Сингапуре. Успешно была? Нет. Надо уметь признавать свои ошибки. Опыт был затратным и неуспешным. Он, по-моему, ряду причин не привел к тому, чтобы там все-таки осесть надолго и всерьез. Мы были не одиноки. Вот как бы это не то, что утешение для меня или для кого-то еще. За год до того, как уже галерея стала, все надо было закрывать, переезжали. В этот год закрылось семь иностранных галерей в Сингапуре. Только за один год. Крупная французская галерея и другие иностранные галереи. То есть ситуация на том рынке тоже резко стала меняться. Самый удачный момент был. Сейчас есть желание выходить на международные рынки? Ты знаешь, оно всегда же есть. Если человек влез в одно... Обязательно влезет в другое. Да. Я, наверное, из той категории, когда... там шишек не ставит мне. Судьба и жизнь не преподносит сюрпризов. Я не вишни останавливаюсь. Мне постоянно куда-то хочется залезть, где-то поучаствовать. Ну, вот... Куда хочется на этот раз? Рынки каких стран? Интересно. Какие страны? Да все равно интересны Америка, интересны Азии. Понятно, что ментальности там и там разные. И подходить... Нью-Йорк, Гонконг? Ну, про Гонконг не скажу, что прям вот Гонконг, Гонконг. Потому что азиатский рынок не ограничивается Гонконгом. Очень активно развивается Индонезия. Очень. Колоссальная страна с населением больше двухсот миллионов. Ты можешь представить? Островная территория. Но уровень жизни не особо высок. Вот вспомнил Россию, когда у нас количество олигархов сравнивалось с огромным количеством практически половины мира, наверное, да, то есть с людьми. То есть количество богатых. При том уровне бедности там очень и очень большой. Я могу тебе просто привести пример, который, ну, мало, может быть, кто-то где-то афиширует, где-то прочитаешь. Близость Сингапура к Индонезии она вот в шаговой доступности переплыл, и ты уже на территории Сингапура. Поэтому богатые индонезисты скупают этажи целые в новостройках в Сингапуре. То есть они вкладывают деньги вот рядом с соседством. То есть ну, если они это могут делать, значит, рынок есть, значит, есть. Одна из крупных азиатских ярмарок арт-стоище Сингапур переехала в Джакарту, столицу Индонезии, сменила локацию. Правильно. Мы с тобой сразу читаем, читайте по действиям. Между строк. Умей смотреть и видеть то, что происходит, проводить аналитику. Если ты умеешь это делать, то ты понимаешь, что вектор, он сместился. Да. То есть мы как бы по традиции привыкли говорить о Гонконге крупнейших азиатских, допустим, мы можем говорить о Шанхае китайском, о других мегапольствах крупных, которые развиваются активно. Но стоит ли посмотреть с продвьюмайнда, посмотри, расширить свой взгляд, свое сознание, ты увидишь, что рядом не менее крупные, серьезные игроки. Вот я знаю, что среди твоих художников не так уж и много художников женщин. Женщин хуже покупают, это действительно так? Я не могу сказать, у меня такой статистики нет, поскольку у меня мужчин больше художников. Ну вот почему у тебя мужчин больше художников? У меня было паритет, но я бы сказал, что работы мужчин покупают больше, Но у тебя же по какой-то причине мужчин художников больше, чем художников женщин? Мне с мужиками проще договориться. Как-то так вот складывается. Хотя я не могу сказать, что я с девочками не договариваюсь. Мы сделали прекрасную выставку Ани Желудь. Вот у нас сейчас проходит выставка Ани Селеной. Очень. Мне нравится ее жертвость, мне нравится ее рука, ее взгляд. Понимаешь, когда ты видишь, что у человека горят глаза, что несмотря на то, что очередь за работами не выстраивается, нет гарантии, что мы там что-то продадим, у нее горят глаза, она готова работать, тратить свое время, силы, энергии, придумывать, то ты не можешь на это не реагировать. Но это не про бизнес, если там ни одной работы не купят. Так мы с тобой и говорили, что здесь кроме бизнеса, кроме всего, я должен включить уже здесь не только галериста, человека заинтересованного такого горящего, потом я должен включить бизнесмена и понять, как закрыть мне те расходы, которые я там понес на производство. То есть ты готов, что у тебя какая-то выставка будет полностью затратной и не окупится, но при этом поддержать художнику, у которого горят глаза. А как дальше? А как он вырастет? Если я его не поддержу, отвернусь, то завтра пустятся руки и этот человек, этот художник не сможет ничего сделать. И следующий этап, мы говорим, чтобы вырастянуто все во времени, а через три года мне показывать будет нечего и некого, потому что ты не вырастил смену, ты не привел ребят, которые в этом составе с этими художниками сами не будут расти. А договориться с мужиками, ты говоришь проще, что ты имеешь в виду, о чем договориться? Ну, так, позвонил Алпатову ночью и сказал, знаешь, что, в таких жестких выражениях, завтра, чтобы была работа и как ты ее сделаешь, меня не волнует. Ты знаешь, девочки, ты так уже не сможешь сказать. Я доходчиво ответил на этот вопрос. Это хорошо. Саш, что это такое? Главное не смотреть в центр, иначе мы с тобой потеряем ориентацию. Ну, это, конечно, произведение, но просто на этой выставке есть возможность еще, то, что ты говорила, так сильно поучаствовать, потрогать и попробовать еще и покрутить. Стать, как потрогать. Да, потрогать и покрутить некоторые объекты, которые представлены на этой выставке, а не селены. Кажется, что здесь такого? Ну, круг всем известный, который такой психоделический. Ты смотришь на него, и тебя там, значит, вводят в некое состояние транса. Но это же могут делать и женские ноги в чулках. Так, а это кто? Что за животное? Я знаю, что у нас по традиции, когда открывается табакерка, или ящик, из него обязательно что-то должно выскакивать, да, на пружинке. Все привыкли, что это чертик какой-то. А тут такой смешной заяц, герой, шляпить ему более придуманный. Да, такой видишь, у нас как бы с ушами с такими. Это там зайчика, который выскакивает. А ты из чего? Из металла. Это сделано все по эскизу Ани Селены, чья выставка сейчас проходит у нас в 11-12, и еще есть возможность на нее попасть. Пока. Вы видите. Прекрасное произведение, видишь, опять же, относится к теме цирка и вообще, где мы живем, да, с тобой? Ну, как и все, наверное, весь мир живет в цирке, который каждый день с нами происходит. Либо чудеса, либо иногда в решите. Иногда что-то такое, что-то вообще никак не ожидал увидеть, как вот этого смешного зайца из такой замечательной штучки. Точно. И есть интерактивное произведение. Про потрогать, кстати. И про потрогать и посидеть. Где ты можешь почувствовать себя принцессой цирка, потому что это кольцо, видишь, оно подвешено на цепь, и есть возможность покачаться и почувствовать себя принцессой. То есть это работа можно повесить у себя дома, если позволяет, в потолке и наслаждаться искусством таким вот образом. Хоть в коридоре, да. Если он большой и позволяет. Конечно, конечно, в любое место. Выдержит? Конечно, выдержит. Сколько килограмм? Все посчитано, все промерено, все нормально. Больше 250 килограмм выдерживает. И это кольцо, и это цепь. Значит, меня точно выдержит. От чего у тебя горят глаза, вот когда ты смотришь на работу? От того, что я до этого никогда не видел. Понимаешь, как? Мозг же, он очень... Это же компьютер. Твой глаз получает информацию. И твой мозг, как компьютер, молниеносно обрабатывает то, что ты получаешь в моменте. Мозг пытается найти в твоей памяти похожее на то, что ты видишь. Если он этого не находит, тогда у тебя приходит сигнал о том, что ты до этого ни разу ничего похожего не видела. Либо ты этого сразу уходишь, потому что тебе неинтересно, либо ты на борт останавливаешься и начинаешь это разглядывать, почему тебя это привлекло, почему ты до этого раньше и что за идея. И если ты получаешь сейчас вот от этого, вот ты думаешь, вау, как? Здесь вместо голубей динозавры, хотя должны быть голуби, то ты понимаешь, что ты до этого такого не видела. Разрыв шаблона. Да. То есть у тебя вот происходит, у тебя появляется улыбка, ты начинаешь смотреть. Эмоция. У тебя очень сильная эмоция. Вот. Это для меня первичное. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова